МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Каждый житель нашей страны хотя бы один раз совершал магический ритуал, даже не подозревая об этом. Бывал в главном культовом сооружении СССР, мавзолеи Владимира Ленина. Это прозвучит невероятно, но архитектура и геометрия мавзолея в точности повторяет древнешумерскую пирамиду Зиккурат, сакральную башню, на вершине которой совершались человеческие жертвоприношения. К тайне этого здания, а также ко многим ключевым событиям в истории нашей страны причастны члены тайного масонского общества. Их главные символы – циркуль и наугольник. Существует легенда, что эти предметы реальны. Они отлиты из чистого золота и обладают дьявольской силой. Дают человеку абсолютную власть над миром. Циркуль и наугольник принадлежали самым кровавым тиранам в истории человечества – Тамерлану, Чингисхану, Александру Македонскому. Последними обладателями дьявольских инструментов были большевики. Они завладели магическими орудиями, чтобы перекроить страну по своему плану. Мы выяснили, где сейчас находятся атрибуты сатанинской власти. В мире много тайн. Одна из них будет раскрыта сегодня. Какую тайну скрывает Зиккурат на Красной площади? Место опасное. Оно больше, чем опасное. Как провести сатанинский ритуал в масштабах отдельно взятого государства? Большевики приносили в жертву людей. Сенсационное открытие историков. Октябрьской революцией руководили зомби. Когда вскрыли череп, одно полушарие, как грецкий орех, там другое тоже очень сильно поражено. Эксклюзивное интервью последнего потомка самой влиятельной в России масонской династии – княгини Голицыной. Практически все большевики были масонами. Как подписать договор с дьяволом? И сколько стоит душа на черном рынке? Я всю свою сознательную, несознательную жизнь буду служить силам тьмы. Колдовской круг на карте России. Какие города попали в магическую сеть? Тайны мира. Договор с дьяволом. Этот символ, еловая шишка, имеет огромное значение для сильных мира сего. Это их общий тайный знак. В начале 17 века папа римский Павел V приказал возвести во внутреннем дворике библиотеки Ватикана огромную шишку-фонтан. Интересный факт. В Советском Союзе многие архитектурные композиции включали в себя этот знак. По легенде, шумерские жрецы получали такую еловую шишку из рук богов. Ее изображали на храмовых барельефах древности. Но как этот реальный атрибут возник на главном павильоне ВДНХ? Ведь советская власть отрицала любые религиозные культы, кроме культа самой советской власти. Но на каждом значимом здании советской эпохи найдутся изображения сакральных предметов. Историк Юрий Воробьевский утверждает, знаки разбросаны по всей Москве. Существует такое высказывание знаменитого американского масона Альберта Пайка о том, что символы – вещь многозначная, и что посвященные люди должны скрывать подлинное значение символов от профанов. Центр Москвы – Гагаринский переулок. Тысячи людей проходят здесь каждый день. Но мало кто догадывается, что со стен и фасадов за ними всегда следит всевидящее око дьявола. Глаз той сущности, которая скована Господом Иисусом Христом – глаз дьявола. Юрий Воробьевский уже более 20 лет исследует деятельность масонских лож в России. Он уверен, для тайного ордена эти изображения имели практический смысл. Дом-музей Льва Николаевича Толстого. И вот на фасаде обращает на себя внимание шестиконечная звезда, или как ее иногда называют, щит Давида, который обозначает Люцифера, дьявола. Когда-нибудь эта вся конструкция перевернется, когда к власти над миром придет антихрист. Циркуль и наугольник. Согласно легенде, именно этими инструментами Люцифер, великий архитектор Вселенной, творит новый мировой порядок. Это рукопись неизвестного происхождения. Она написана на латыни и датируется 12 веком нашей эры. Текст принадлежал одной из первых масонских организаций Британии. Средневековый трактат называется «Ключ власти» и гласит следующее. Существует магический способ получения и удержания абсолютной власти. Правителя должны окружать расположенные по определенной геометрии здания излучатели энергии. Эти здания строятся по нескольким типовым проектам. Ключевую роль играют два элемента. Собственный излучатель, замаскированный под архитектурный элемент. И артефакт. Окультный жреческий предмет, который надо поместить в излучатель. Все это вместе создает магическое поле, замыкающееся на правителя. Есть города, которые изначально строились по единому масонскому плану. Таковы Вашингтон, Одесса. Если посмотреть на эти города с высоты птичьего полета, то целые улицы, проспекты, площади превращаются в те же самые пресловутые циркули, а наугольники, звезды. Москва появилась гораздо раньше, чем в Россию пришли масоны. Так что дорисовывать свои оккультные круги им приходилось, достраивая и перестраивая город. В последние годы архитектурный облик Москвы изменился. Символы не бросаются в глаза, но эксперт легко определяет особенности масонского стиля. Все масонские знаки Москвы складываются в единую фигуру, которая, как мы считаем, по-прежнему работает. Как видим, здесь на вершине пирамиды тоже специфический масонский символ. Мы видим его на одном долларе на этой банкноте американской. Среди системы масонских знаков, разбросанных по территории Москвы, эксперты особо выделяют так называемые сталинские высотки. Эти здания являются углами огромной звезды, в центре которой находится Красная площадь. Если посмотреть на карту этих высоток Москвы, то видно, что они получаются как бы по кругу, в пределах Садового кольца. Бывший масон Ольга Горностаева уверена, в этой фигуре не хватает очень важной детали – Дворца Советов, который так мечтали построить большевики. Он должен был стоять на месте Храма Христа Спасителя. Гигантский дворец Советов с совершенно гигантской, безумной, там чуть ли не 80 метров величиной статуей вождя. И слава богу, это все не состоялось. На этом месте была вонючая хлорокой пропитанная жижа, которая называлась бассейн Москва. Ольга Горностаева состояла в масонской организации. Покинуть тайный орден Розы Ветров ее заставил страх. Какое-то язычество, облаченное в самые такие противные, негативные и разрушительные формы. Именно масоны разрушали все королевства, свергали всех королей, убивали всех царей. Ольга утверждает, собрание тайного ордена посещали известные политики и бизнесмены. Многие из них добились ошеломляющего успеха именно после того, как поучаствовали в тайных ритуалах, дающих власть. Вся масонская тайна заключается в том, что они тщательно скрывают то, чем они на самом деле являются. Они хотят убедить мир в том, что у них прекрасные романтические идеалы. На самом деле. Ну, то есть готовят престол для Антихриста. Экстрасенс Александр Киселев утверждает, сложная система масонских символов работает как энергетическая цепь. И величайшие художники, и ученые мира были посвящены в эти таинства. Александр покажет, как выстраиваются в систему сатанинские знаки на карте столицы. В этих местах находится здание с масонской символикой, с оккультной символикой. Например, улица Камечики. Камечики, то есть масоны. Встаем точку на угольник, выкладываем расширением на северо-запад. Мы отметили на карте столицы здания с масонскими символами. Они образуют узнаваемую фигуру, которую мы уже видели на самих этих зданиях. Это невероятно. Но над Москвой висят масонский циркуль и наугольник. Очень часто сакральные места пересекаются, перекрывают друг друга. Такая перекличка. Не успели кто-то там, язычники, поставить капище, да, раз появляется православный храм. Не успели поставить православный храм, приходят масоны, ставят треугольничек и хихикают, да. И тут же масса масонской символики. Киселев уверен, сатанинские символы, циркуль и наугольник работают и оказывают мощное оккультное воздействие на людей. Город находится под их магической властью. Перед нами артефакты. Мы изобразили некую схему. Мы не будем совершать никаких тайных ритуалов. Мы возьмем живое существо и попробуем поместить его в это пространство, оккультно загомированное. Эта белая лабораторная крыса впервые ощутит на себе действие настоящей магии. И наша мышь оказывается в центре вот этого пятиконечного пространства. Обратите внимание, она забеспокоилась, она подавлена. На месте мыши оказываемся мы все. И население города, и население страны, и если хотите мир. Коммунистическая пирамида власти была точной копией масонской пирамиды. Вторая мировая война, революция 1917 года. Восстания, теракты, все это контролируемый хаос. Инструменты управления сознанием. Очевидно, мы не замечаем, что живем по кем-то задуманному плану. Историк Александр Закатов проследил взаимосвязь между масонскими знаками на карте России и величайшими потрясениями, которые пришли вместе с этими символами. Руны, знаки, замаскированные под строительную тематику, были нанесены на фасады зданий, гербы, печати и даже на деньги. В символике большевизма очень многое проявилось, если мы ее изучим внимательно и вдумаемся в истоки, и откуда все это взялось. Советская красная пятиконечная звезда – общий знак для коммунистов и великой масонской ложи. Мало того, символ единства рабочих и крестьян – это вовсе не серп и молот. Масоны знают. Вот так выглядят дьявольский циркуль и наугольник. Серп – это действительно орудие в руках тех ангелов, которые пожнут человеческие души в конце времен. И молот – это одно из имен дьявола. Исследователи считают, что такие оккультные символы были необходимы большевикам для ритуалов усиления власти. Причем в этих обрядах, сам того не подозревая, был задействован весь народ. Был целое крыло большевиков, которые очень увлеклись разными оккультными методами. Глеб Бокий занимался вот этими всеми оккультными делами. Потом Блюмкин – известный террорист и такой суперагент Советского Союза. Смотрите далее. Масонский заговор раскрыт. Княгиня Голицына, потомок влиятельной династии, впервые расскажет, что на самом деле сделали со страной большевики. Практически все большевики были масонами. Какие тайны хранит в себе подмосковная усадьба Голицыных? Место встречи членов масонского ордена. Считается, что в чайном домике князь Голицын регулярно проводил собрание иллюминатов. Кто в наши дни устраивает магические ритуалы продажи души дьяволу? Для того, чтобы обрести власть, нужно соприкоснуться с черными силами. И где эстрадные звезды получают магическое обаяние? Впервые одна из них расскажет о своих связях с ведьмой. Теперь я вращаюсь, общаюсь с известными артистами, со звездами. Князь Михаил Голицын входил сразу в несколько масонских лож. Даже члены императорского дома приезжали сюда, в Кузьминке, на собрание вольных каменщиков. Эти ритуальные бокалы, броши с секретом и чашки, а еще десятки других масонских сокровищ достались Натали Голицыной по наследству. Она прямой потомок знаменитого в России дворянского рода. И впервые в интервью нашей программе княгиня Голицына раскрывает тайны масонского ордена. Она утверждает, как и это кольцо, принадлежавшее ее прадеду, любая масонская деятельность всегда имеет две стороны. Натали Голицына подтверждает, масоны зашифровали тайные знаки на фасадах зданий, имевших для них сакральный смысл. Если посмотреть на Петербург, то для масонов вот эта божественная дельта, этот треугольник с глазом, основной символ. Можно сказать еще про Амстердам. Это чисто масонский город, который был построен по всем масонским правилам, по чертежам. Принадлежность к древнему тайному обществу вольных каменщиков не скрывали многие представители рода Голицыных. Так в среде оккультистов прадеда княгини Александра Голицына знали как верховного магистра ложи. Существовала масса сект, куда даже ходил царь, туда входили самые передовые люди. И вот они, значит, там предсказывали будущее, вызывали духов. В усадьбе Голицыных в Кузьминках и сегодня можно найти следы масонского ордена. Исследователи считают, что именно здесь высшие магистры подпитывали свою власть и взывали к силам тьмы. Считается, что в чайном домике князь Голицын регулярно проводил собрания иллюминатов. У меня есть тому доказательство. Все родственники княгини Голицыной были репрессированы после Октябрьской революции. Некоторые эмигрировали за границу, но масоны из России не ушли, говорит княгиня. Просто в 17-м году власть захватили вольные каменщики из другой ложи. Практически все большевики были масонами, но главный там Троцкий. Всю эту масонскую символику, серп и молот, все он ввел. И также степени. Октябрята, пионеры, комсомольцы. Они читают определенные клятвы. Все один в один взято просто у масонов. Татьяна называет себя потомственной ведьмой. В ее арсенале ритуалы привлечения власти, успеха и, конечно, самый сложный договор с дьяволом. Она признается, очень многому научилась именно у большевиков. Их она считает непревзойденными колдунами. Большевики выполняли вот такой вот ритуал. Приносили в жертву людей. Многотысячные жертвы Красного террора, по мнению колдуньи, были грандиозным обрядом жертвоприношения дьяволу. Коллективизация, продразверстка, лагеря, массовые убийства – это древние ритуалы с государственным размахом. Благодаря им большевики обрели безграничную власть. Это такой вот магический, шаманский атрибут, который используется для приобретения безграничной власти, для приобретения богатства. Большевики такие использовали в своих магических обрядах, чтобы перевернуть весь строй. Татьяна Московская уверена, оккультный метод, который практиковали большевики, работает и сегодня. Ведьма рассказала историю девушки, которая мечтала стать знаменитой певицей и обратилась с просьбой провести магический обряд. Она обратилась с проблемой, что у ней ничего не шло, ни по деньгам не складывалось, ни по карьере не складывалось. А это та самая девушка – начинающая певица Вера Полетаева. До магического обряда она была скромной студенткой консерватории, а теперь поет на одной сцене со звездами шоу-бизнеса. Раньше мне могло это только сниться, а теперь я вращаюсь, общаюсь с известными артистами, со звездами и участвую в концертах вместе с ними. Вера говорит, что нашла колдунью в интернете и заказала ритуал на успех. Но в подробности обряда не вдавалась. За особые заклинания и магические предметы с нее взяли 40 тысяч рублей. Я рассказала ей о своем желании, что я хочу добиться популярности. Она приготовила воду для меня специально, наговаривала. Это в бутылочках вода была. И причем, когда я у нее воду забирала, там плавали какие-то кусочки свечи. Вера уверена, с ней был проведен обряд белой магии, а значит, и силы ей помогают белые. К тому же ведьма ни о каких переговорах с дьяволом не упоминала. Наоборот, направила певицу в паломничество по православным храмам. Однако это был лишь обходной маневр, уверены специалисты. Понятия белые и черные не существуют. Мы это никогда не делим, потому что вы доверяете понятие магии, а магия, она, как правило, вся черная. Потому что сила, которая осуществляется магически, и все эти действия, они все сатанинского характера. А прикрываются они иногда брендом церкви, выражаясь современным языком. Отец Дмитрий считает, что сатанисты сознательно стараются запутать своих просителей. Иконы и храмовые свечи для колдуна – это просто декорации. На самом же деле каждый из них проводит настоящую черную мессу, прославляя дьявола. И немедленно получает сатанинское вознаграждение – деньги от незадачливого клиента. Она получает именно то, что получает сатанинскую помощь. Хотя ей кажется, что она делает правильно, потому что она пришла в храм. А исповедовалась ли она за это время? А причастилась ли она за это время? И мы наткнемся, что никакого плода покаяния там, скорее всего, и не было. И исповедение плохое причастие им тоже. Смотрите далее. Как нанимаются на службу темным силам и сколько за это получают? Каждой минутой своей жизни я буду подтверждать равенство темных сил. Сколько стоит человеческая душа на черном рынке? Многими людьми двигает непосредственно алчность. Кто и зачем построил мистический зиккурат в центре страны? Данная вещь позволяет аккумулировать положительную энергию, забирать положительную энергию у людей. С этим мужчиной мы встретились накануне магического ритуала. Возможно, у Сергея Власова действительно есть повод роптать на судьбу. Инвалид с детства. Таким, как он, непросто найти работу и завести семью. После очередной попытки самоубийства он решил продать душу дьяволу. Так получилось, что все оборвалось в один момент. Потерял работу, потерялись дружеские связи. Родной город, из которого я сам родом, оказался чужим. Очень довольно большой упадок жизненных сил. Черного мага Александра Чаадаева Сергей нашел через интернет. Александр – участник украинского телешоу, в котором экстрасенсы меряются своей силой. Известен под псевдонимом Люциус. Ритуал продажи души дьяволу, он более известен как сделка с дьяволом. Сделки с дьяволом представляют собой непосредственно заключение какого-то договора с непосредственно какой-то сущностью. В данном случае в народе называемый дьяволом. Сергей и Люциус договорились о встрече на кладбище для проведения сатанинского обряда. При этом продавец своей души денег за бессмертный товар не получает. Наоборот, Сергей сам платит посреднику сатаны тысячу долларов. Я всю свою сознательную и несознательную жизнь буду служить силам тьмы, исповедовать колдовской кодекс, колдовскую этику. И каждым своим действием, каждой минутой своей жизни я буду подтверждать равенство темных сил. Чернокнижник Люциус говорит, что за власть, славу и богатство люди готовы продать душу без раздумий. Но вернуть они ее уже никогда не смогут. Многими людьми двигает непосредственно алчность, но такие люди могут утерять свои дары. Уже после того, как клиент, заключивший договор с дьяволом, уходит, Люциус признается – результат не гарантирован. Бесы забирают душу, но продавец может и не получить ни денег, ни славы. Все зависит от того, насколько усердно он будет служить дьяволу всю оставшуюся жизнь. Современные масоны не скрывают своего презрения к подобным дьяволопоклонникам. Ведь обряды сатанистов – это лишь бледная тень могущественного ордена. Когда ты все это проходишь, с тебя снимают эту черную повязку, великий мастер таким посвятительным мечом несколько раз удаляет тебя по плечу, в общем, ты становишься братом. Владимир Новиков – масон третьего градуса или мастер 33-й ступени. Так называют высших руководителей ложи. Такие люди руководят советами общенациональных масонских корпораций. Среди американских отцов-основателей все были масоны, которые там создали американскую конституцию. Где-то картинка была, я видел, как Жорж Вашингтон в масонском фартуке закладывает первый камень Капитолия. Однако, достигнув небывалого уровня, Владимир Новиков покинул ложу. Естественно, у меня были какие-то надежды с ним связаны, надежды совершенно не оправдались. Тем не менее, все атрибуты, необходимые для проведения особых масонских ритуалов, Владимир Иванович бережно хранит, вспоминает о своем первом обряде посвящения в ученики. И водят посвящаемого завязанными глазами, потом начинают всякие ритуальные действия. Вот там ему дают выпить чашу горечи, говорят, что, в общем-то, пребывание в масонстве, она полна горечи. Готов ли ты отдать свою кровь братству? Ты говоришь, естественно, что готов. Известный православный олигарх Герман Стерлигов, увидев такое, всегда истово крестится. Он называет масонский период истории России, последовавший за Октябрьской революцией 17-го года, массовым помешательством русского народа. То, что миллионы православных людей впали в ересь, а то, что на это, как собаки всякие, налетели там псы смердящие, тайны его общества, масоны и прочее, равно как и дьявол, пес смердящий. И на него любой православный плюет. Стерлигов уверен, большевикам в их делах помогали темные силы. Именно в их руки в 17-м году попали дьявольские инструменты власти. Вы будете в аду, и вы будете властвовать над миллиардами грешников, которые в аду. Я дам вам такую власть, которая вам здесь не стилась над теми миллионами, которыми вы правите. Смотрите далее. Сенсационная видеозапись из Мавзолея. Тело Ленина подает признаки жизни. Место опасное. Оно больше, чем опасное. Неужели еще при жизни вождь мирового пролетариата был зомбирован? Когда вскрыли череп, одно полушарие, как грецкий орех, там другое тоже очень сильно поражено. Кто и зачем построил мистический зиккурат в центре страны? Данная вещь позволяет аккумулировать положительную энергию, забирать положительную энергию у людей. Средневековые масонские тексты сохранили легенду о циркуле иноугольнике. Известно, что эти предметы принадлежат архитектору вселенной – сатане. Легенда Великой Ложи говорит о том, что за усердное служение дьявол дает ими пользоваться посвященным магистрам ордена. В этих предметах сосредоточена безграничная земная власть. Наугольник, который внизу, – это человеческие возможности преодоления каких-то трудностей. Наугольник, если его раздвинуть, он сломается. Значит, вот есть какой-то предел человеческих знаний. С помощью магического циркуля можно чертить на карте мира и судьбах целых народов собственный план. И он воплотится в реальной жизни. Исследователи считают, в 19 веке масоны готовили отправку этих магических орудий в Россию. Иллюминаты вербовали своих членов среди студентов старших курсов университетов. И на крупных предприятиях. Создатель научного коммунизма Карл Маркс был иллюминатом. Будучи студентом, он вступил в их орден, что отражено в его юношеских стихах, воспевающих дьявола и тайные ритуалы продажи души. К концу 19 века масонское братство иллюминатов подготовило опытных агентов, которым предстояло произвести в царской России государственный переворот и установить новый порядок. Были такие персонажи, как, например, Яков Блюнкин. Больше всего тайно покрыт деятельность Дежинского. Очень он увлекался оккультными вещами. Его происхождение тоже туманно, как и многих советских большевиков. В государственных архивах нам удалось найти уникальные документы, которые объясняют многие загадки русской революции. Это письмо Льва Троцкого, в котором он прямо заявил, у него есть надежная технология переустройства мира. Если Вера только обещала двигать горами, то техника, которая ничего не берет на Веру, действительно способна срывать и перемещать горы. В конце концов перестроить землю, если не по образу и подобию своему, то по своему вкусу. Историки считают, Лев Троцкий был масоном наивысшего посвящения и обладал сакральными тайнами общества вольных каменщиков. Более того, после смерти Ленина Троцкий стал единственным носителем тайной информации. Возможно, именно он владел главными символами всего масонства – циркулем и наугольником. Троцкий был как бы стабленник определенный. И это не значит, что он прям всем руководил. Нет, им, конечно, были совсем другие люди, которые всем этим руководили. Даже после своего бегства из России магистр Лев Троцкий оставался одной из самых влиятельных фигур масонского ордена. Это величайший оккультист 20 века, который впоследствии эмигрировал из советской уже России и создал целую школу, оккультную школу на Западе. Исследователи уверены, что даже убийство демона революции было не простым актом идеологического фанатизма, а спланированным ритуалом, для которого даже оружие выбиралось специально. Троцкого убили небольшим ледорубом – орудием, которое, с одной стороны, напоминает молот, а с другой – серп. Большевики во всем перенимали масонскую символику. Первым делом революционеры отменили как таковую семейную иерархию. И мужчины, и женщины стали товарищами. Всей стране мгновенно присвоили масонский титул. Ведь это одна из ступеней посвящения ложи. Все масоны делятся на три ступени – ученик, товарищ, мастер. Бога как бы нет. Человек есть мера всех вещей. Человек есть Бог. И человек может делать все, что угодно творить в этом мире. Вот и большевизм. Отсюда же мы будем рай строить на земле. Мы не будем знать ни греха, ни святости. Мало того, из масонской ложи к нам пришел и девиз мировой революции – свобода, равенство, братство. Этот слоган придумали за многие сотни лет до октября 1917 года. Была поставлена борьба не построить коммунистическое общество, а была поставлена борьба на уничтожение церкви, установление власти советской так называемой. Это рассекреченный отчет о вскрытии тела Ленина, осуществленном 22 января 1924 года под руководством комиссара здравоохранения СССР Николая Семашко. Врачи делают сенсационное заявление – у Ленина практически умер мозг. Непонятно, как он жил последние несколько лет. Исследователи утверждают – вождь мирового пролетариата был зомби. Когда вскрыли череп, одно полушарие, как грецкий орех, там другое тоже очень сильно поражено, несколько лет последние мыслить таким мозгом он не мог. Эта видеозапись сделана с одной из скрытых камер, установленных в главном зале Мавзолея. Смотрите внимательно. Лежащий неподвижно Ленин как будто делает попытку встать. Профессор Филадельфийского университета механики Джон Капри-младший тщательно изучил пленку и сделал сенсационное заявление. Никакого монтажа. Это подлинная видеозапись. Снимать тело Ленина в советское время было категорически запрещено. Да и в наши дни это непросто. Корреспонденты программы «Тайны мира» проводят эксперимент. Мы собираемся снять тело Ленина на камеру мобильного телефона, прямо у Мавзолея камера мобильного телефона начинает давать сбой. Технические специалисты программы не смогли объяснить, почему сбоит техника. Камера телефона и до, и после этой съемки работала исправно. Экстрасенс Александр Киселев считает, что в поведении камеры нет ничего удивительного. Ведь Мавзолей находится в самом центре оккультного символа, который мы обнаружили на карте Москвы. Экстрасенс вызвался лично проверить энергетическое поле в самом центре столицы. Чем ближе, тем холоднее. Сгущается, сгущаются сумерки. Мавзолей Ленина. Наверное, самый таинственный и самый значимый памятник советской эпохи. Ступенчатая пирамида с мумией внутри. Исследователь древних культов историк Владислав Карабанов утверждает, Мавзолей – копия древнешумерских пирамид. Совершенно точно, это оккультное сооружение зиккурат, которое особенно воздействует на психику человека. В древнешумерском религиозном культе зиккураты использовались как трибуна – место, откуда жрецы обращались к своим богам. Древние цивилизации ацтеков, шумеров, междуречья владели искусством строить особые оккультные пирамиды. Правильно построенная пирамида работала как мощный энергетический портал. Если не присматриваться к мавзолею, то мавзолей имеет вид четырехугольника. Никто не присматривается и никогда не обращал внимания, что правый угол у него неправильный, он обратный. Исследователь Александр Кобиц уверен, этот угол предназначен для того, чтобы через зиккурат проходила энергия людей. Вавилонские жрецы считали, что данная вещь позволяет забирать положительную энергию у людей и перенаправлять ее в терафем, который лежит в самом зиккурате. В строительстве мавзолея использовались редчайшие породы камней. Мрамор, лабрадор, малиновый кварцит. Но вся информация о целях строительства и истинном назначении мавзолея хранилась в тайне. Я думаю, что машинка началась боить именно тогда, а сейчас уже либо специалисты, которые ее обслуживают, уже кончились, либо решили ее забросить, либо какие-то другие потусторонние силы вмешиваются в ней. Поэтому ее периодически закрывают на профилактику, выставляют щиты, появляется иний на башенке. Исследователи уверены, вероятно, все это было сделано для того, чтобы сокрыть внутри какой-то сакральный предмет или мощное магическое оружие. Что-то там есть. Закладка такая, которая похожа на золотое исчечение. Место опасное. Оно большее, чем опасное. Здесь есть артефакт, похожий на кристалл, с огромным негативным потенциалом. Экстрасенс уверен, внутри мавзолея находятся сакральные инструменты. Он предполагает невероятное. Возможно, там находятся те самые циркуль и наугольник. Древние артефакты, дающие абсолютную власть. Циркуль говорит о божественном начале, о божественном происхождении, о божественном геометре. И этот геометр спускает какую-то духовную энергию для продвижения человека. Но человек никогда не может достичь его. Именно с открытием мавзолея весной 1924 года произошла практически невероятная перемена сил. Безграничная власть агентов масонской ложи в ближайшие два года начинает таять на глазах. Таинственным образом за очень короткий срок, один за другим, масоны исчезают с политической сцены. И все те товарищи, которые раньше были в лидерах революции, они растворились. Кому ледоробом, в голову кому пулю. Историки считают, революционеры-масоны потеряли свою власть с приходом Сталина. Однако что стало с инструментами архитектора Вселенной, циркулем и наугольником? Ведь Сталин был яростным противником масонской ложи и вряд ли умел пользоваться магическими предметами. Может быть, он их просто спрятал? Чем ближе, тем холоднее. Сгущаются сумерки. Холод. Скопление и сюда. Владислав Карабанов считает, что искать сакральные предметы следует на самом видном месте. Возможно, они спрятаны в теле вождя. Это сердце России, Красная площадь, историческое место. И вот через это историческое место проходят какие-то энергии, какая-то связь времен осуществляется. И вот на этом месте, как некий модулятор, стоит вот этот мавзолей. Я думаю, что артефакт, мумия, сам зекурат – это части одного целого. Если что-то извлечь, оно, вот это целое, оно нарушит свое функционирование. Пирамида, которая стоит на Красной площади, фокусирует в себе энергию. И тот предмет, который находится в этой пирамиде, он выполняет роль необходимой программы. Историк Александр Закатов также считает, что в мавзолее помимо тела вождя пролетариата хранятся древние артефакты. Мавзолей был построен с использованием чертежей пергамского алтаря, где престол сатаны. Известно, что в пергаме был сатанинский культ, и там поклонялись сатане. Для языческого мира свойственно почитание обоих начал, и добра, и зла, как примерно равноправных. Разобраться, что на самом деле спрятано в мавзолее, можно было бы с помощью независимой экспертизы. Но бальзамированием вождя пролетариата занимается отдельная медицинская лаборатория. Само тело охраняется пуленепробиваемым саркофагом. И кроме того, как в качестве посетителей экскурсии попасть в усыпальницу невозможно. Почему сейчас современные люди, уже неодержимые этим культом, могут настаивать на том, чтобы этот труп сохранялся в центре Москвы, непохороненном? Наверное, в этом тоже есть какая-то мистика. Если исследователи правы, и внутри тела Ленина действительно спрятаны магический циркуль и наугольник, это может означать лишь одно. Охраняемый традицией и силами безопасности мавзолей самое надежное укрытие для этих предметов. А значит, магистры Великого Ордена все еще охотятся за ними, чтобы снова перекроить мир. КОНЕЦ